Пусть завидуют поцелуи Поцелуй меня при всех, чтобы видели Как меня твой поцелуй заколдовал Поцелуй меня при всех, пусть завидуют поцелуи Как никого не целовал Ностальгия Говорит Москва Рожденный в СССР Дорогие друзья, здравствуйте! Вы смотрите программу «Рожденная в СССР» В студии я и ее ведущий Владимир Глазунов Мы рады приветствовать вас в прямом эфире нашей программы Как обычно, звоните нам по телефону 617-5197 Наш электронный адрес в интернете Моя сегодняшняя гость родилась в музыкальной семье В звуках, нотах, скрипичных ключах, бемолях и диезах В 4 года ее ставили на рояль Исполнять перед гостями колыбельную Моцарта «Спи, моя радость, усни» Правда, она пела «Спи, моя ладость, усни» Именно так произносил ребенок 4 года эту песню Позже наши гости чуть не исключили из консерватории За плохую успеваемость по марксизму-ленинизму Услышав в исполнении ее и дуэта с Ниной Пантелеевой Негритянскую песенку, Леонид Утесов сказал Когда вышел этот дуэт, как будто распахнулось окно в вишневый сад Через несколько дней эта певица будет отмечать удивительный юбилей В студии программы, рожденная в СССР, не ощущающая своего возраста Композитор, певица, народная артистка России и Советского Союза Людмила Лядова Композитор, певица, народная артистка России и Советского Союза 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 Лара Папара, что за прелесть эта песенка? Вниз вместо поцелуем, чтоб тканей словам в ней простор. Мои мечта, ее поют друзья, приятели и старики, и молодежь. И тут ты хочешь, не хочешь, обязательно ее поешь, всегда поешь. Браво, потрясающе, Людмила Алексеевна. Я очень рад, что вы к нам пришли. Во-первых, добрый вечер, здравствуйте. Да, добрый вечер, я тоже рада. Спасибо вам за этот визит, за то, что накануне, тем более праздника, могли ведь заниматься какими-то организаторскими вещами и делами, но нашли время для встречи с нашими зрителями, и это для нас большой подарок. Спасибо вам большое. Да, потому что я люблю вашу передачу. Спасибо большое, мы очень тоже вас любим, очень нежно любим, и предлагаю встречаться почаще, а то мы что-то как-то так раз в пять лет как минимум это делаем. Да, это Бог, да, хорошо. Микрофон мы можем пока сюда положить. Людмила Алексеевна, мы еще к песням вернемся. Я надеюсь, что сегодня будут звучать песни в исполнении Людмилы Лядовой здесь, в студии. Конечно, по традиции вы услышите ностальгические какие-то записи. Сюжеты мы вам покажем разных исполнителей, которые в свое время пели песни Людмилы Лядовой. Сейчас по традиции визитная карточка на мою сегодняшнюю гостью, потом вернемся в студию. Людмила Лядова родилась 29 марта в Свердловске в семье профессиональных музыкантов. Начала заниматься музыкой в раннем детстве. С 11 лет играла на фортепьяно сложнейшее произведение классического репертуара. Участвовала в смотрах, фестивалях, конкурсах. Поступила в Свердловскую консерваторию. Уже в годы учебы написала детские миниатюры на стихи Борто и Петровского, несколько хоров, фортепьянных пьес, военных песен и сонату для фортепьяно. После окончания консерватории до 1952 года успешно гастролировала в дуэте с Ниной Панделеевой. Песни Лядовой, а их более 800, в разное время исполняли Юрий Богатиков и Иосиф Кобзон, Тамара Мянцарова и Елена Образцова, Эдита Пьеха и Валентина Толкунова, Эдуард Хиль и Клавдия Шульженко. Людмила Лядова является автором оперы «Два цвета времени» – «Оперед под черной маской», «Атаманша», «У опасной черты» и «Шахтерские невесты». Мюзикл «В душа солдата» – сказка про Ерему, Данилу и нечистую силу, графиня из Сан-Франциско. Среди ее сочинений также оркестровые, фортепьянные, скрипичные произведения. Награждена орденами дружбы и за заслуги перед Отечеством 4-й и 3-й степени. Народная артистка России. Так, все, это Ани Людмила Лядова у нас сегодня в гостях, в прямом эфире. Никаких вопросов, друзья мои, я вот сегодня не буду требовать дождать Людмила Алексеевна, чтобы она вас о чем-то спрашивала. Но мне будет очень приятно, если накануне, как я сказал, большого и красивого юбилея вы обратитесь сами к Людмиле Алексеевне и адресуете ей либо какие-то свои вопросы, либо какие-то свои пожелания, либо, быть может, какой-то совет вам необходимо услышать от человека, который, мне кажется, прожил и продолжает проживать большую, интересную, насыщенную жизнь, который в состоянии поделиться с вами какими-то своими советами и своей житейской мудростью, поскольку опыт жизненный большой, да, Людмила Алексеевна? Да, в общем, да, конечно. Есть, что рассказать, есть, что вспомнить, о ком рассказать, да? Я рад, что вы начали вот с этой песни удивительно. Это так получилось, что вы же много написали все, и марши, и серьезной музыки, и вот эта вот чудо-песенка, она вроде бы на первый взгляд такая легкая, попсовая, да? Но она становится визитной карточкой ваше последнее время. Ну, вообще правильно. Ну, самое интересное, что у меня было ужасное настроение почему-то, а я написала самую веселую песенку. Да? Почему было ужасное настроение? Вы помните почему? Ну, я была влюблена в одного человека, он был женатый. А он безответная любовь. И вот поэтому у меня было плохое настроение. А я написала самую веселую песню. Вот так. А вы видели, когда вот, допустим, кто-то пародирует вас и показывает вот ту же чудо-песенку, например, пародию на себя, как относитесь к этому? Вы знаете, я очень хорошо отношусь к этому, и Нона Гришаева пародировала мою чудо-песенку. Так. Это была передача, называется она «Повтори», а потом «Точь-в-точь», по-моему. Да-да-да, один в один, «Точь-в-точь», они меняют название. Да-да, меняют название. И это было очень интересно. Просто у нее прическа была почти такая же, как у меня. Это было очень как-то... То есть вас не обидело это ни в коем образом, да? Нет, конечно, да. Поскольку там все-таки какие-то моменты были такие, которые Нонна поймала, как мне кажется, в образе Людмилы Лядовой. Там же аккомпанемент такой, там темперамент лядовский такой большой, серьезный. Как это делала Нонна Гришаева, можем вспомнить с вами прямо сейчас. Нонна Гришаева. Мотив один и тот же там. Что за прелесть эта песенка? В ней есть места поцелуем, шуткам и словам. В ней простор моим мечтам. Ее поют друзья, приятели и старики, и молодежь. И тут ты хочешь или не хочешь, обязательно ее поешь, всегда поешь. Вот чудо-песенка, ее нетрудно спеть. Я эту песенку могу не только вам пропеть, но если можно, просвистеть негромко. Рожденная в СССР Людмила Лядова у меня сегодня в гостях в прямом эфире. И вот сейчас как Людмила Лядова изображала Нонна Гришаева, вы только что увидели. Я все время наблюдал за улыбкой Людмилы Алексеевны, поскольку действительно никакой обиды здесь нет. Вы видели, что оркестр сейчас немножко Гришаевой как будто мешал. И как будто Лядова там своим темпераментом, своим музыкальным аккомпанементом затмила весь оркестр. И там они, в общем, отступали на задний план. Это в жизни тоже происходило? Ну, конечно, да. Обязательно. Это прекрасно было. Вообще с оркестром так приятно выступать. И в колонном зале вот у меня был концерт, как раз. Был дирижер Александр Михайлов. Это было очень интересно. Это был 1985 год. Ну, если вспоминать, по-моему, Тихона Хреникова, да, ему эта песня не очень понравилась, насколько я знаю, да? Ну, да. Он назвал ее «Пошлой» или какой-то такой? Он сказал, да, Милая Лядова и «Пошлая песня». Это чудо-песенка «Пошлая». Вот так, да. То есть, по тем временам она не воспринималась серьезными композиторами, как серьезное какое-то произведение, да? Но она и не является серьезным произведением на самом деле. Она просто легкая песня. Да, конечно, да. Вас тогда поддержал Ростропович, насколько я знаю, да? Я помню, да. Вообще, многие отвернулись от меня, делали вид, что меня не узнают. А Слава подошел так, ну, ничего, Милка, ты Уралка, ты выдержишь, выдержишь. Ты похлопал по плечу? Да, похлопал по плечу меня, да. Но Милке Уралке приходилось часто выдерживать в жизни? Ну, а почему нет? Да? То есть, приходилось отстаивать свое место в этой жизни? Да, но мама меня воспитывала, ты говоришь, всегда улыбайся, Милая, все равно. Вот назло всем, улыбайся, и говоришь, что живешь лучше всех. Вот так. Что вы и делали, да? Да, что я и делала, да. Несмотря на то, что в жизни бывает все не сладко, бывает несчастная любовь, которая безответна. Все бывает, все бывает. И творческие неудачи бывают, все бывает в жизни, конечно. Так устроена жизнь, да. И так, 617-5197 мы не случайно про маму вспомнили сейчас, поскольку, мне кажется, ну, главным учителем молодые лета для Людмилы Лядовой все-таки была мамочка. Конечно. Причем воспитывала ее достаточно строго мама, да? Очень даже, да. Очень строго. То есть вы заслужили эту строгость? Я ее боялась. Я один раз пришла, полвторого ночи, и она мне отрезала волосы. За что? Взяла ножницы, да, потому что полвторого прийти одной дочери, это ужасно. Ну, я просто гуляла. Ну, вам было, наверное, уже можно гулять до полвторого. Сколько вам было лет? Это ужасно, это было, это очень было плохо. Мама меня очень строго воспитывала, но она, так сказать, где-то воспитала вот эту волю, упрямство, терпение. Вот так, ну, а что делать? Так жизнь устроена. То есть вы в маму такая вливая, упрямая и терпеливая? Думаю, что да, да. Мама очень много вложила в меня, конечно, без спорта. Она только вкладывала, но и наказывала серьезно, Людмила Алексеевна. И было за что? Да. И было за что наказывать, я так понимаю, да? Ну, может быть, да. Ну, я была озорная такая девчонка, я с мальчишками все время играла. Дрались мы тоже в школе, все было. Угу, то есть девочки вам были менее интересны, больше были интересны мальчики, да? Да, да. Ну, хорошо, тогда чайку будет, может, Людмила Алексеевна? Чуточку, немножко, да, хапеньку. Вот, спасибо, да. Пока мы пьем чай, я хочу вам показать еще один сюжет, потом вернемся к студии. Да, хорошо, обязательно, да. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Это про вас от счастья? Да. Вы же мастер песни? Я была в Молдавии, и вот написала там эту песню, да? Ах, это в Молдавии песня родилась? Да, да. Понятно. Ну, интересно. Ну, вообще, на самом деле, надо сказать, что Людмила Алексеевна пишет песни не только на русском, не только русские, а пишет молдавские, как мы только что знаем. Они пели «Контемпоранул» был такой молдавский тоже ансамбль, они тоже пели «Мерсешор». Цыганские песни пишут, еврейские, татарские песни пишут. Да, и татарские тоже есть, да. Конечно, куда без татарских и цыганских песен, куда уже без них? А уж без цыганских тоже невозможно, поскольку… Цыганские я очень люблю вообще. Цыганские песни, потому что у меня первый муж был цыган. Коржов. Да, 18 лет причем, рано. Очень талантливый человек был, да. И он очень маме моей понравился. Да? То есть мама одобрила в 18 лет выбор дочки? Да, с этого началось. Несмотря на то, что цыган? Он понравился очень маме, да. А, да, из-за этого, в общем… Ну, или я должна быть цыганкой, или я должна идти своей дорогой. Это естественно все. Мне кажется, у вас такой цыганский темперамент немножко. Отбор идет. И отбор тоже. Первый муж действительно был в 18 лет, Василий Коржов, цыган. А потом было еще несколько мужей, я боюсь расспрашивать у Людмилы Лядовой, сколько? По-моему, пять. Ну, не знаю. Я уже забыла. Со счета можно сбиться иногда. Ну, Васю Коржову называли Барон, он жил в Риге. Да. Вот так вот, Барон, у него было прозвище, да. Тут очень считались все, конечно. Но я написала цыганскую рапсодию вообще, очень интересную. И потом, да просто у меня есть даже цыганские песни, свои собственные. Ну, мы сегодня цыганских песен не поем. Да. Но мы будем другие песни петь через какое-то время. Настя из Новосибирска. Настя, добрый вечер. Алло. Да, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Очень давно Вас не слышала, очень рада Вас видеть и слышать. Спасибо. Здравствуйте, Людмила Алексеевна. У меня два коротких вопроса. Пожалуйста. Я знаю, что Вам присуждена народная артистка СССР в 90-е годы, когда уже на самом деле был развал СССР. И Вас еще какое-то время представляли как народную артистку на концертах. Это действительно так? Ой, Настя, я узнал Вас наконец. Спасибо. Вот действительно Вас давно не слышали. Ну, правильно, да. Спасибо Вам за звонок. Да. То есть звание народной артистки Советского Союза Вы получаете, Настя говорит, в 90-е годы или в 80-е? В 85-е годы, когда был колонный зал, да. Ну, это меня окрылило, конечно, о чем речь, это было приятно. Я работала всю жизнь очень много и стала еще больше потом писать, конечно. Ну, для Вас звания были важны вот эти? Все-таки это престижная вещь. Между нами, говоря, они как-то не играли особую роль. Ничего не давали, разве? Для меня. Нет. Нет. Ну, просто это было приятно. Вот и все. Но я все равно продолжала так же писать, работать, летать везде. Я далеко летала. И на Сахалине была, и на Камчатке, и во Владивостоке. Где только не была. Многие артисты, которые не получили званий на протяжении, вот уже находясь в почетном возрасте, мне рассказывали о том, что звания для того, чтобы получить в СССР, нужно было уметь их получать каким-то образом. Ходить, договариваться, кланяться по кабинетам. Или бы это... Нет, вот этого я не делала никогда, абсолютно. Нет. Нет, я этого не понимала. Как Федотова, главный редактор «Советская женщина» сказала, Людмила Алексеевна очень ранимый человек, она не умеет протить. Я никогда не просила ничего. Нет. Не за кого? Нет. И не за кого. А Настя или Лариса, кто на прямой связи? Да. Настя, где вы там? Лариса из Щелкова. Лариса, добрый вечер. 617-5197. Любые вопросы можно адресовать сегодня Людмиле Лядовой, либо адресовать какие-то свои пожелания. Никаких вопросов мы вам не задаем, вот как обычно от гостя происходит. Но ваших вопросов и общения с вами по-прежнему ждем. Я вам хочу сейчас показать и вспомнить вместе с вами удивительную певицу. Дело в том, что песни Лядовой пели очень многие. Я сегодня в визитной карточке назвал вам некоторых людей, которые исполняли песни Людмилы Лядовой. Но вот до этого почему-то мы никогда не ставили Лядову и Образцову вместе. А ведь Елена Образцова исполнила не одну вашу певицу, да? Три романца она пела в Большом зале консерватории. Да. Очень было интересно, трогательно. Ну давайте сейчас вспомним этот момент, да? Один из романцев Образцовой увидим сейчас и Лядовой. Потом вернемся. Лунную ночь Опустилась в олеях сада Лунную ночь Так печально в часы Прощали нас с тобой Нашу весна ПЕСНЯ 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 Он говорит, Милочка, давай мы с тобой сделаем вдвоем концерт в большом зале консерватории, как по отделению. Были такие мечты, она очень хотела этого. Но вот так вот, к сожалению, жаль, что такие замечательные люди уходят на небо. Это правда. Настя из Новосибирска перезвонила нам, Настя. Здравствуйте, еще раз. Здравствуйте, Владимир. Развините, ради бога. У меня было два вопроса, хотел очень задать еще один. Задавайте. Я знаю, что Людмила Алексеевна не могла спокойно слушать песню Шульдженко «Руки, вы словно две большие птицы». И я хотела бы, чтобы, может быть, Людмила Алексеевна немножечко раскрыла тайны своей личной жизни, если можно об этом. Что чудо-песенка была написана не просто так. Но мы с этого начали нашу программу сегодня, Настя. Я так понимаю, что вы поклонник творчества Людмилы Лядовой, если знаете такие нюансы. Вопрос понятен ли вам? Абсолютно да. Сейчас я отвечу на него, что-то я немножко растерялась. Но, опять же, вот «Руки», например, я обожала, когда пела Клавдия Ивановна «Руки». И опять же у меня были какие-то сердечные переживания. И я плакала, не знаю как, ревела, как белуга. Почему? Ну, вот влюблена была в человека одного, который был женатой. Это вот тот самый человек по-прежнему? Володя, да. Слушайте, как с ним связано. Володя Новиков, он был работник КГБ вообще. Ах, вот в кого, угораздило влюбиться. Сейчас его уже нету, и жены его тоже нету, поэтому можно говорить об этом. Вот тоже были безумные страдания. Ну, так устроен организм молодого человека, наверное. Слушайте, а вы сентиментальный человек. Сентиментальный человек, да? Наверное, да. Все-таки я думаю, ой, конечно, сентиментальный. Я была девчонкой, и в Свердловске хоронили какую-то девочку. Я пошла на кладбище и плакала. Вот так вот. Вот такой у меня характер. Не знаю почему. Лариса из Щелкова. Лариса, добрый вечер. Лариса, говорите добрый вечер. Где Лариса? Алло. Да, Лариса, мы вас слышим. Добрый вечер, пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Уважаемые собеседники, Господи, как я счастлива, что я вижу вас, Людмила Алексеевна. Вы знаете, когда-то давным-давно у вас была такая песня-скрипка «Я как-то босоногая девчонка». Да. Пела ее на сцене в городке Очкаловский. Когда у нас жили космонавты в сфере университетов культуры, вы приезжали к нам. И вы мне аккомпанировали. Боже, я запомнила это на всю свою оставшуюся жизнь. И сейчас, когда вижу вас, я пою эту песню. Скрипка, где-то пела скрипка. Да. Вы представляете, как мне сейчас приятно видеть вас и пожелать вам еще много-много-много-много песен на радость всем нам. Целую вас, обнимаю, люблю очень. Будьте здоровы. Спасибо большое вам. Спасибо, Лариса. Очень приятно было вас услышать. Спасибо вам большое за теплые слова, за песню, которую вы исполнили. Мы сегодня скрипку, к сожалению, не приготовили. Красивая очень. Кудря пел в Большом зале консерватории. Да, мы приготовили другие песни. Я надеюсь, что Людмила Лядова нас в студии тоже порадует. Микрофон Людмила Алексеевна уже берет. Нам, пожалуйста, маэстро, включайте музыку, песня. Я даже раньше не знал, что песню Парамарибу написала тоже Людмила Лядова. Да, я написала. Удивительная история. Помните, «Квартал» пел Парамарибу, «Город утренний зари»? Да, я помню. Они у меня содрали. Да? Да, немножко так. А как это звучит в оригинале, мы можем услышать прямо сейчас. Пожалуйста, музыку. Да, да. Большой российский теплоход Парамарибу, 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 парамарибу город утренний зари. Парамарибу, 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 матрос-матрос улыбай, говорит. Парамарибу, о, парамарибу, парамарибу город утренний зари. Пара-мари-бо, пара-мари-бо, Матрос-матрос улыбаясь, говорит. В порту к российским морякам Гвианка шла навстречу, Но как, не зная языка, Сказать ей добрый вечер? С глазами встретились глаза, И вместо разговора Матрос на город показал, И все запели хором. Пара-мари-бо, 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 город утренний старик. Пара-мари-бо, пара-мари-бо, Он о любви нам и о дружбе говорит. Пара-мари-бо, пара-мари-бо, город утренний старик. Параморибо, Параморибо, Он о любви, но не о дружбе говорит. Она на русском языке ответила, О, спасибо, вас передать, прощу, Москве. Привет, Параморибо, пускай далёко мы живём, Дружить всем людям надо. И пелим в реки, и потом, Весь путь до Ленинграда. Параморибо, 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 Город утренней зари. Параморибо, Параморибо, Он о любви, но не о дружбе говорит. Параморибо, 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 Город утренней зари. Парамариба! Парамариба! Он о любви нам и о дружбе говорит! Да, хорошо, да. Ее пел Зельдин, по-моему, да? Был же такой момент? Да, да. И Садальский хорошо поет. Пожалуйста, как это звучало в исполнении Владимира Зельдина, мы услышим прямо сейчас. Да. Большой российский теплоход у берегов Гвяды, Парамариба! Он идет, где пальмы и бананы, И видит наши моряки оранжевые горы, Вдали белеют маяки. Парамариба скоро! Парамариба! 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 Город утренний царь! Парамариба! Парамариба! Матрос-матрос улыбай! Говорит! Парамариба! Парамариба! О! Парамариба! Город утренний царь! Парамариба! Парамариба! Матрос-матрос улыбай! Говорит! По рту российским морякам Грянка шла навстречу, Но, как не зная языка, Сказать ей добрый вечер. С глазами встретились глаза, И вместо разговора Матрос на город показал, И все запели хора Пара-мариво, 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 город утренний залий. Пара-мариво, пара-мариво, Матрос-матрос, улыбай, говори. Зачем мы, Байс СССР. Вот мы снова видели Людмилу Лядову на этот раз аккомпанирующую Владимиру Зеледину. В колонном зале, да, происходил концерт? Да, в колонном зале, да. Вы узнали, я думаю, тоже эту площадку. Мы в прямом эфире 617-51-97, будем петь еще в студии, будем вспоминать, конечно. И вот сегодня уже, что не имя, рядом с Людмилой Лядовой, то легенда, безусловно. Будь то Зельдин, будь то Образцова, будь то Шульдженко, которую вспоминали некоторое время назад. Я знаю, что вы дружили с Клавдой Ивановной, да? Ой, с Клавдой Ивановной я дружила. Я училась у нее, как Петя. Вот это настоящая наша Примадонна. Больше такой нет второй, это точно. Подождите, у нас есть Пугачева еще. Как она пела, а? У нас есть Пугачева еще, Примадонна. Спасибо. Мне нравится очень Клавдия Ивановна Шульдженко. Я действительно считаю, что это просто потрясающая женщина, актриса. И с маленьким голосом, как она все преподносила. Как она могла петь просто, давай закурим, товарищ по одной, правильно? Она не думала о том, поет мужскую, она песню женскую. Она пела, образ у нее был потрясающий совершенно. Вот вы говорите, учила петь. А как это происходило? То есть она давала вам уроки определенные? Вы приходили и брали эти уроки? Я ее слушала, во-первых, каждый старался концерт не пропускать. Когда она была в Москве, она много разъезжала тоже. И потом мы с ней встречались просто. Мы встречались и за роялем, и просто за столом вообще. Вот так вот было. Она очень ко мне хорошо относилась. Она успела еще записать при жизни мой роман «Остановись», потом «Телефонный звонок». Не все она хотела. Женщину тоже записать, но не успела просто. Ну, так бывает. Ну, «Телефонный звонок» – замечательная песня. Вы ее в прошлый раз исполняли в нашей студии. Вы тоже ее поете, тоже плестательно, как и Клавдия Ивановна Шульженко. Клавдия Ивановна – это прелесть. Надо учиться всем у нее, это точно. Я мог много имен называть. И Толкунову вспомнить, и Ансарову, и Гелену Великанову. Ольга Воронец спела мои песни тоже. Ольга Воронец, Елена Образцова мы вспоминали уже некоторое время назад. Капа Лазаренко, боже мой. Капитолина Лазаренко, конечно, да. Сколько вообще замечательных мадонн ушло, к сожалению, да. Это, к сожалению, к великому. Иван на прямой связи с нами. Иван, добрый вечер. – Добрый вечер, Володя. – Здравствуйте, Иван. – Это Иван Цибин. Здравствуйте, здрасте. – Здравствуй, Иванечка, привет. – Здравствуй, Володечка. Людмила Алексеевна, дорогая, это Ваня Цибин. Я хочу извиниться перед вами, что я пропал, давно вам не звонил. Я так рад вас видеть на экране сейчас, дорогая, любимая моя Людмила Алексеевна. – Спасибо. – Вам всего самого замечательного. И на самом деле, я вами восторгаюсь и восхищаюсь. Сколько лет вас знаю, откуда столько энергии, откуда у вас все это, Людмила Алексеевна? Люблю вас. – Я думаю, что это от земли и от Бога, наверняка. Вот так вот, такая энергия. Потому что я очень люблю природу и тишину, самое главное. Вот так, мы отучились от тишины, к сожалению. А это всегда дает очень много энергии. Тишина. – Так непривычно слышать от Людмилы Лядовой, что я люблю тишину. Мне кажется, в этой женщине столько темперамента, столько азарта, столько страсти, что вот они узнаем и другие вещи сегодня, что Людмила Алексеевна любит тишину. А в советскую пору, когда все-таки канонизировано было все, вам не говорили, ну, надо потише, поспокойнее быть? Или никто вам на место не ставил? – Было, бывало, да. Но когда я сижу на рыбалке, вот эта тишина потрясающая, это что-то, это не сравненно ни с чем. Вот какая тишина бывает там, изумительная совершенно. – Ну да, там, конечно, никто не мешает, никакие песни не звучат, хотя, мне кажется, в голове-то они всегда музыка звучат у вас. – Да, и мелодии рождаются там новые. – На рыбалке? – Да. – То есть серьезно? Я знаю, что вы зимней рыбалкой еще увлекаетесь. – Зимняя и летняя тоже. Иногда рождается даже просто музыка ночью, иногда бывает, вдруг что-то придет в голову. – И что, приходится вскакивать и записывать сразу? – Нет, а утром встаешь и забыла. – Ну вот в том-то и дело, поэтому если не вскочил, не записал, то как быть? – А потом восстанавливается все. – А, да, восстанавливается все? – Да, да, да. – Лариса из Москвы, Лариса, добрый вечер. Лариса, добрый вечер. – А, да, восстанавливается все. – Здравствуйте. – Лариса из Москвы, Лариса, добрый вечер. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Дорогая Людмила Алексеевна, здравствуйте. Я хотела сказать мой дядя, которого я очень любила и приучил меня слушать музыку и научил читать в 50-х годах в начале. Приучил меня... – Учил читать в 50-х годах в начале. Меня и читать научил. Я хотела что сказать, он очень любил вас, как певицу, и Капитолину Лазаренко. А вот вы пели дуэтом, я помню, я была маленькой девочкой в начале 50-х, в конце 40-х. С дуэтом вы пели, я забыла, как фамилия была. – Нина, Нина Пантелеева. – Нина Пантелеева. – Нина Пантелеева. – Лариса, спасибо большое. – Лариса, спасибо вам огромное. Лариса, вы звоните нам 101-й раз, телевизор, пожалуйста, выключайте, чтобы не было вот такого эха и отставания. Вы же сами сбиваетесь от собственного голоса, который идет повтором. Чтобы нам было слушать только в трубку друг друга. Выключите телевизор, я всех вас прошу. Тогда не будет вот такого отставания большого, и мы сразу будем друг до друга доносить ту информацию, которую хотим. Нина Пантелеева пела с Людмилой Рядовой до 1900, внимание, сейчас, 52-го года. – Правильно, да. – Прошло больше полвека. Этот дуэт до сих пор забыть не могут, судя по звонкам зрителей сегодня, да? Вот в чем секрет? Почему, как вы думаете, 50 с лишним лет прошло, о вас вспоминают дуэти с Пантелеевой? – Потому что очень великолепно сочетались наши голоса. Была полная гармония тембров даже, вот так вот. И это очень приятно. Она была очень музыкальная. Ну, я все обработки сама делала, конечно, естественно. И голосоведение тоже. Не только там в терцию пели, и в кварту, и в квинту пели, как угодно вообще. И вот вероятно, в этом весь секрет. Вот именно вот полной гармонии тембров. Это замечательно бывает всегда. Ну, надо вам сказать, Лариса, и все, кто помнит этот дуэт, что Нины Пантелеевой уже почти 10 лет, как нет с нами. Да. А сложно, наверное, вспомнить, да, почему вы расстались в 52-м году? Каждый пошел своей дорогой? Так, вероятно, каждый пошел своей дорогой, и немножко где-то она носик подняла кверху. Где-то мы были в Комсомольске, и надо было в 3 часа утра ехать дальше. Она говорит, я не могу, я плохо себя чувствую. Такие дела. Ну, что делать? И надо плохо себя чувствовать. Приходится ехать иногда. Ну, у вас были моменты, когда вы отменяли концерт, допустим, по какой-то причине? Бывало, вот именно бывало по этой причине, да, было. Когда плохо себя чувствовали, да? Ну, немножко, да, пошли какие-то ненужные капризы, неумные, но бывает такое. И поэтому каждый пошел своей дорогой, вот и все. А что такое звездная болезнь? Вам знакома, Людмила Алексеевна? О-о-о, я думаю, что нет. Нет? Как раз у меня этой болезни нет. Не было никогда? Многие страдают от этого. Ну, я имею в виду из тех звезд, с которыми вы работали, вы сталкивались с такой проблемой? Безе Юлиана, который заболел звездной болезнью. Юлиана, да. Жаль. Жаль. Жаль, очень, да, вот так вот. Ну, что делать? Он тоже пел мои песни. Да? То есть не только Пахмутовой, но и Илядовой. Пел, да, пел, да, конечно. Даже есть записи у меня. Слушаем Ирину из Королёва. Ирина, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот вас слышно хорошо, Ир, сразу. У меня вопрос... Я вот прям смотрю по телевизору, никак не могу. Людмила Алексеевна, конечно, тишина – это хорбанное лекарство. Расскажите про вашу еще одно лекарство, про рыбалку. Особенно, наверное, зимнее. Только что рассказывали про рыбалку. Ой, про рыбалку-то изумительно совершенно. Я один раз поймала сазана вообще громадного на маленькую дробиночку. Такая была, значит, зимняя дробинка. А у меня не было ни посадчика, ничего. Я его вытащила все-таки, потому что он был как бревно. И я, значит, его тащу, он обратно. Я и отдала. Думаю, ладно, иди. Я потом обратно, тихонько довела только морду его до берега. Он меня все обрызлил, я была вся в песке. Но я его поймала. У меня руки дрожали, вот так вот. Это изумительная вещь. Кто вас подсадил на эту удочку, скажите мне? Благодаря кому вы стали закидывать удочку в реку? Я с папой еще ловила маленькое, и с сестрами. Я была в Нижнем Уфале. Меня возили туда. Я там все лето была. Это было великолепно. То есть папа виноват, он приучил к рыбалке? И папа, и две сестры мы ловили с утра вообще. Рыбу-то замечательно. Ну, я понимаю, в детстве многие для того, чтобы прокормиться, даже ловят рыбу. А тогда потом, ведь далеко многие считают, что женщины это не женское дело. Ну, конечно. А вы, в общем, пристрастились так, что никто рядом не нужен, тишина и удочка. Это замечательно, да. Или в компании иногда любите рыбать? Это лучший удочек. Нет, нет. Компания вам не нужна? Нет, абсолютно. Ну, вообще, насколько компанейский в жизни человек? Вообще, я люблю эту компанию. Вы любите дома собрать народ? Неплохо бывает, да. Да, неплохо почокнемся? Ну, это с Людмилой Дом Бутедоровым. С Людмилой Зыканой, например, вы иногда за столом пельмени делали. Это было прекрасно, да. Да вы что? Конечно. И пели при этом? И пели, да. И по 50 граммам-то немножко... Тише, тише, про все-то не рассказывайте. Да, хорошо. Тише, тише, тише. Александра из Александрова. Александра, добрый вечер. Слушаем вас, здравствуйте. Следующий, кто на прямой связи с нами? Да. Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр, слушаем вас. Добрый вечер. Вот вы перечисляли, Людмила Алексеевна, что практически все наши известные именно советские артисты исполняли ваши песни. Да. Но я вот как музыкальный коллекционер имею одну запись в исполнении американской певицы Джерри Скотт. Правильно. Которая записала вашу знаменитую песню. Вот если мне позволит Владимир секунд на 15-20 дать фрагмент этой песни. Конечно, конечно, конечно. Я просто не знаю, как технически это будет. Это запись изумительная, я потом расскажу, как она возникла. Да, и потом узнать у Людмилы Алексеевны, как это происходило. Да. Пожалуйста. Давайте, давайте, давайте послушаем. Включайте. Ну, очень короткая версия. Ничего. Да, Саша? Спасибо. Ой, сорвался, видимо, звонок. Узнали, да, запись? Я вам могу сказать, что был такой Стивенсон, журналист, который работал и на Америку, и на Советский Союз. Мы не то что дружили, я бывала в гостях, у него Нина была из колхоза, он женился на ней. Нина, русская женщина. Вот, и он меня привел в Националь, в гостиницу Националь, к лучшему импрессарию Солу Юроку. Так. Вы помните, Сол Юрок. Он был в Национале, у него стоял рояль маленький, и мама испекла большой пирог, и мы пришли туда в гости, ну, попили чай. И я села, играла чудо-песенку, а еще подарила ему маленький сборочек солдатских песен моих. Чего себе? А там была чудо-песенка в конце. И вот он передал Джерри Скотт эту песню, и она ее записала. Вот она как вошла в рекламу, Джерри Скотт, понятно теперь. Ну что, она изумительно записалась уже. А это еще в советскую пору было? Да, и прислала на Доброе утро. А, ну это уже в России было, это еще не Советский Союз. Это было в России. Я имею в виду, если в Советский Союз, то тогда за это каралось очень сильно, если вы в национале передаете иностранцам чего-то. Да, да, да. Это было не очень разрешено. Ну, наверное, да. По тем временам, мягко говоря. Но это приятно, что там иностранцы поют наши песни. Да я думаю, чудо-песенка еще знаете, сколько лет будет жить. Дай бог, дай бог. Как у Хиля ожила песня, вот Трололо, вы сами знаете. Да. Спустя сколько лет она снова возродилась. И прислала она на Доброе утро эту песню, представляете? Я вообще обалдела. То есть вы даже не знали. Ну, врагов сколько было, господи, боже мой. Из-за чего? Зависти. Из-за зависти? Зависть, конечно. Ну, чего же нет? То есть вам это чувствует? Вдруг английская певица поет. То есть вам знакомо, что такое зависть коллег? О, конечно. Да? Неужели? Ну, вот вообще в Союзе композиторов, конечно, в основном находится, Людмила Алексеевна, надо вам сказать, в Союзе композиторов, по-моему, с 51-го года. Да. А мужчина в основном композитора, женщина там раз-два и обчелся. Да. Бахмута Улядова можно вспомнить, еще кого-то. Но в данном случае, мне кажется, вот там приходилось немножко локтями, да, распихивать? Да. Ну, не только композиторы, там еще зависть жен была. Жены вообще меня ненавидели. Потому что я была молодая девчонка. Молодая, красивая. Да, да. И наверняка те же композиторы пытались проявлять каким-то образом внимание. Естественно, да, да. Ну. Да. А я обращала внимание совершенно на других людей. Вот так вот. Мы теперь знаем, на кого из КГБ вы обращали внимание. Вы вспомнили только, что некоторое время назад Владимир его звали. В КГБ вы сказали женатый. Новиков. Владимир Новиков. Да. Его уже нет уже. Ну, нет, вы уже сказали об этом. Поэтому можно говорить об этом. Не до композиторов было Людмила Лилядовой. И потом Людмила Алексеевна как-то мне сказала, я была такой недотрогой, что ко мне близко и не подходи. Правильно. Мне кажется, за это тоже могли потом каким-то образом мстить те, кого мы не ответили взаимностью. Может быть, конечно. Конечно, все могло быть, да. Так что все нормально. Давайте услышим еще одну песню в следующем сюжете. Вальс женщин он называется. 92-й год. Потом вернемся. Посвященный женщинам, да. Стареют и наши мужчины, но им как-то легче стареть. Мы смотрим, грустя на морщины, мы смотрим, грустя на морщины. Хоть реже бы надо смотреть, что спето, то спето, что было, то где-то. Но нам еще вальсы кружить. Я радуюсь солнцу, я радуюсь свету, а жить надо просто за тем, чтобы жить. Мы вынесли милые столько, не ставить. Мы вынесли милые столько, не ставить же веку в вину. Я радуюсь солнце, я радуюсь, я радуюсь свету, а жить надо просто за тем, чтобы жить. Все было и первые встречи, и песни, и свадебный стол, и был тот единственный вечер, и был тот единственный вечер, когда твой любимый ушел. Людмила Лядова у меня сегодня в гостях накануне своего замечательного юбилея. И мы рады слышать ваши поздравления и слова, адресованные в адрес, адресованные в адрес, адресованные Людмиле Лядовой. Александра из Александрово, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Здрасте, здрасте, слышим, говорите. Уважаемая Людмила Лядовна, у вас такие несполняны такие... Известные исполнители, кому бы у вас из таких драгонцовых песен доверили бы вы их исполнить в нашу время? Переведите, пожалуйста. Мне плохо слышно очень. У вас что-то с телефоном происходит, Александра, у вас как будто там чулок какой-то на него надетый, звук очень такой глухой, бубнёш, пришёл в данном случае. Мы не поняли вопроса, кого из современных исполнителей, я так примерно догадываюсь, о чём спрашивал Александра, вы могли бы выделить. Кто-нибудь вам нравится? Из сейчас вообще, да, из нашей современной исполнителей. Мне никто не нравится. То есть нет таких, да, чтобы вам запали в душу и сердце? Нет. Нет, нет. Слушайте, это грустно слышать, Людмила Алексеевна. Это грустно, конечно, да. Такое времечко, наверное. А те времена золотые вспоминаются, когда созвездия имён, да? Ну, конечно. Которые хочется назвать, я думаю, вам. И они понимали, о чём они поют, и что они поют. Какие стихи выбирают, правильно? Какую музыку. Это, да, играет большую роль. А для вас важно было, вернее, насколько вот, если делить музыку на классическую, эстрадную, популярную, на кантаты и марши, вот какая музыка вам ближе всегда была? Всё-таки вы очень разножанровый человек, как мне кажется. Ну, я вообще, я люблю наших композиторов. Знаете, вот Сверидова я очень люблю, Таревердиева, Хренникова Тихониколаевича, Евгения Птичкина, Владислава Казенина. Есть очень интересные произведения, и не только песни, конечно. Там и симфонические произведения, романсы, и там музыка, спектакли интересные. Так что композиторы великолепные у нас совершенно. Вы же тоже писали, насколько я знаю, даже для мультфильмов. Немножко писала, да-да-да, было там. Без этого нельзя, там что-то было ещё, жирафы очки. Давайте один из мультфильмов увидим сейчас, где работала композитором Людмила Лядова, потом вернёмся. Сочиняя басни, я не думал, что они могут послужить когда-нибудь музыкальным материалом. Но композитор, исполнительница хорошая Людмила Лядова опробовала написать музыку на мою басню. И потом это соединилось её исполнение с изображением в мультипликационном фильме. День именин, а может быть рожденья, был заяц приглашён к ежу на угощение. В кругу друзей за шумной беседой. Вино лилось рекой, сосед поил соседа. И заяц наш как сел, так с места не сходя. Настолько окосел, что отвалившись от стола, сказал. Пшли домой. Да ты найдёшь ли дом? Спросил радушный ёж. Поди, как ты хорош. Уж лучше лёг бы спать, пока не протрезвился. В лесу один ты пропадёшь. Все говорят, что лев вокруг обивился. Что зайца убеждать, зайчишка захмелёт. Да что мне лев, да мне ль его бояться. Я как бы сам его не съел. Подать его сюда, пора себе рассчитаться. Да я семь шкур с него спущу и голым в Африку пущу. Покинув шумный дом, шатаясь меж свалов, как меж столов, идёт косой шумит по лесу тёмной ночью. Видали мы зверей почище львов, от них и то летели клочья. Басня потрясающая Сергея Михалкова, конечно, и песня потрясающая родилась здесь. Я бы даже этой песней не назвал. Это такая вот мюзикл-опера, да, такая родилась, которая легла в основу этого мультфильма. Вы правы, да, Володенька. Вот видите, какая разножанровость присутствует в вас. И романсы сегодня образцовские, чудо-песенка вроде бы лёгкая из жанра совершенно, и вот такая вот опера, и были серьёзные оперы. В общем, остаётся только порадоваться и пожелать дальнейшего плодотворного труда. Николай, откуда вы нам звоните? Николай, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, Николай. Из Белоруссии. Очень приятно поздравляю вас. Людмила Алексеевна. Да. Вот ваш авторский вечер из колонного зала Дома Союзов. Я молодой учитель, я хотел бы его посмотреть. Где его можно найти, чтобы посмотреть? Вот по телевизору, а в интернете искал, нету. Только один фрагментик богатиков там поёт. Старый марш. Ага. Вы знаете, что сейчас у меня... Может, вы в подарок сделали мне какой-то маленький? Выслали диск. Спасибо большое. У меня сейчас очень много DVD. Я занимаюсь не тем, чтобы скупая бриллианты или что-нибудь. Я занимаюсь дисками и DVD. Если вы свяжетесь с Володенькой, то придётся вам послать мои кассеты, чтобы у вас всё было и колонный зал, и большой зал консерватории, и зал Чайковского. Так что подарок ждите от Людмилы Лядовой. Вы только нашему администратору сейчас, пожалуйста, оставьте свои контакты. Вы с Володейкой соединитесь, да? И мы уже вас соединим или отправим вам всё, что есть. Кстати, вот с момента нашей последней встречи, это было почти пять лет назад, у Людмилы Лядовой вышел целый набор дисков, да? Да. Причём, казалось бы, в общем, уже можно было бы подводить итоги. На самом деле я сегодня посмотрел и в колонном зале там концерт, да? Да, да, да. Ещё какие-то ваши концерты вы презентовали сегодня нам. Людмила из Астрахани. Людмила, добрый вечер. Людмила, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Людмила Алексеевна, дорогая, вы наш любимый композитор, вы наша любимая певица, вы такая эмоциональная, вы такая восторженная, такая артистичная. Спасибо вам за ваше творчество. Хочется пожелать вам здоровья, здоровья, здоровья. Всего самого доброго, самого приятного. Всего вам хорошего. Спасибо вам большое. Спасибо за добрые слова. Спасибо вам. Очень приятно слышать. 617-5197, номер нашего телефона. Ещё есть какое-то время адресовать вам слова Людмиле Лядовой. Ну вот скажите мне, Людмила Алексеевна, были в жизни моменты, которые вы могли бы назвать сложными в творчестве? Наверняка ведь всё... Я знаю, что вы человек не способный хандрить, там, жаловаться и так далее. Ну, знаете, моменты касались здоровья где-то. Где-то какие-то у меня были небольшие операции. Я переживала и думала, что дальше будет, как я буду жить. Но я никогда не думала, сколько мне лет, никогда не думала об этом. Просто я шла всё время вперёд где-то. Всякие переживания. И слёзы были, и боли разные. Но это всё как-то вот так я на это смотрела и думаю, всё проходит в жизни. И шла дальше. Кому напомню. Вот это мне помогало очень. Вот так. Ну а слёзы вы имеете в виду, они с чем связаны, Людмила Алексеевна? Да со всяким переживаниям. Может быть, я упала, например, одесса, и руку сломала себе. Разве это приятно было, да? Ну я имею в виду, может быть, с творчеством каким-то образом, нет? Нет, нет. Так, чтобы всё было нормально, в общем-то. Я просто знаю, что одна из книг о Людмиле Лядовой, вот одну книгу я вам сейчас покажу, а есть ещё одна книга, она называется «Людмила Лядова. Знаменитая и неизвестная», да? Да. Ну вот про знаменитую Лядову, мне казалось, мы знаем всё. Ну буквально всё мы знаем. Ну это правильно, знаменитая и неизвестная, это очень правильно. Да, что касается неизвестной Лядовой, мне кажется, мы не знаем вас такую, по большому-то счёту. Вот насколько вы домашний, допустим, человек, насколько вы реализованный человек как женщина в семье? Я домашняя очень даже, да. Вот у меня Сашенька сейчас, мы с ним уже 43 года вместе. Это вот пятый супруг ваш? Это мой последний муж, да. 43 года вместе, да? Да. С ума сойти. Я очень люблю дом, я люблю, когда я что-то делаю, прибираюсь, мне как-то отдыхаю в это время, понимаете, это тоже хорошо. Обязательно. Готовить любите или это не ваше? Да, люблю. Сами готовите дома, да? У меня и Саша готовит, и я готовлю, когда свободно. А любимое блюдо какое у Саши? Он делает цыплята всегда маринованные, там, с луком, с перцем, со всеми делами, вот так вот, да. То есть про здоровье, про диету, про маринады вы не думаете в этот момент, да? Нет. Это всё не столь важно для вас? Конечно. Пельмени любим иногда, но это же делать надо, это всё тяжело. Много времени уходит, да. Ну а в творчестве насколько вы реализовались, как вы считаете? Или чего-то не хватилось, чего-то не успели, чего-то хочется ещё очень? Нет, пока ничего не хочется. Я считаю, что я себя много реализовала, потому что у меня очень много написано. У меня кантата записано «Тюмень-Сургут», потрясающе. Вот сейчас друзья мне её поднимают, потому что надо же писать что-то о рабочем классе, надо жить жизнью своей страны, понимаете? А не смотреть одним глазом всё время на Запад, вот так. То есть нет такого сожаления, что чего-то не успела, да? Надо быть достойным человеком, вот так вот, конечно. Ну, хорошо, договорились. Слушай, он не унывающий абсолютно, Людмила Лядова, у меня сегодня в гостях, и спрашивать про какие-то житейские невзгоды мне просто как-то неловко даже, поскольку, ну вот, есть книга там известная, знаменитая и неизвестная, поэтому мне хотелось бы, что такое из неизвестного вам достать и показать, но на самом деле улыбка не сходит с лица, Людмила Лядова. Да, она меня учила этому всегда, улыбайся, я сказала, вот так. То есть никогда не унывай, да? Ну да. Никогда, чтобы не было никакой хандры. Ну да. Зачем унывать? Это ужасно, когда начинает какая-нибудь женщина, ну и ой, милочка, я не знаю, что мне делать. Это ужасно всё, это плохо. А друзей у вас много? Нет, друзей много не бывает. Это правда. Но у вас они есть? Нет, да, есть у меня. Или есть какая-то близкая подруга, про которую вы можете сказать, вот у меня есть близкая подруга, это кто? Да, есть у меня Тамара Замеховская, Галина Горбенко, Косвинская Наташа, Витя Мирошников, который помогает мне вот в моих дисках, вот это его хобби, он врач сам, понимаете? Он невролог сам, врач, а он любит вот эти диски, вот всё это мне очень помогает. Про диски хорошо напомнили, мы из Беларуси сегодня отправим диск. Лариса из Щёлкова. Лариса, вас ждёт книжка, поскольку вы первая дозвонились и сказали удивительные слова, в адрес Людмилы Ливядовой перезвоните, оставьте нам, пожалуйста, свои контакты. «Не бойтесь боли от любви», так называется песня, которую мы закончим нашу сегодняшнюю встречу в исполнении Людмилы Ливядовой. С праздником вас, Людмила Алексеевна, поздравляем. Спасибо. Ждём вас в гости через какое-то время обязательно. Спасибо. «Не бойтесь боли от любви» на стихе Анатолия Ковалёва. Музыка. Не бойтесь боли от любви, Что сказкой кажется вначале. Ведь жизни за неё свои Веками люди отдавали. Ну что ж, пускай не повезло, И боль ночами сердце студит. А в прошлом было так светло, Как никогда уже не будет. Чтоб в годы ветхие свои Вам пустоцветом не качаться, Не бойтесь боли от любви, Не бойтесь боли от любви. Обойтесь без любви. Нет, пожалуй, ни одного ковбойского фильма, Которых здесь множество, Которыми заполнены экраны телевизоров и кинотеатров, Где не присутствовали бы индейцы, Представители коренного населения Америки. В фильмах они показаны лихими надеждами.